Приветствую, уважаемые гости и подписчики канала. Чтобы быть здоровым и счастливым, нужно питаться правильно. Этот факт неоспорим. Сбалансированное питание подразумевает употребление в пищу свежих фруктов и овощей. Сегодня в супермаркете можно достать плоды из любого уголка земли за сравнительно небольшую цену. Конечно же, всё зависит от удалённости региона, от страны производителя растений. Однако такая доступность была не всегда. Некоторые популярные фрукты, которые сейчас может позволить каждый, раньше стоили не одну тысячу долларов. И чемпионом в этом рейтинге стал ананас. Сейчас вы узнаете почему. Промышленное культивирование этого плода начинается примерно в 1700-х годах. В Европе они не росли и доставляли их с большими трудностями через моря и океаны. В пересчёте на сегодняшние деньги один ананас стоил около 8 тысяч долларов. Но и это не максимальная цена. Со временем транспорт совершенствовался, и плоды уже доставляли в таком количестве, что их мог позволить практически каждый. Однако сохранились сорта, которые может купить только весьма состоятельный человек. Правда, не совсем понятно, зачем тратить тысячи долларов на то, что можно приобрести за пару баксов. В Великобритании, в потерянных садах Хеллигана, растут самые северные ананасовые кусты. Их смогли приспособить к местному климату с помощью специального грунта. Компост и навоз создают при гниении достаточно тепла, чтобы плоды созревали. Самое интересное в том, что методику считали утерянной. Восстановить её получилось только в 1991 году. С тех пор местные фрукты считаются самыми дорогостоящими. Если не обращать внимания на ценник, то главное не задумываться о том, из чего они выросли. Фактически, эти ананасы не продаются на свободном рынке, поэтому попробовать их могут только счастливчики. Только себестоимость этого фрукта находится на уровне 1300 долларов. Вот только персонал получает их бесплатно, как награду за кропотливый труд. Второй выращенный экземпляр, к примеру, был подарен королеве Елизавете II на 50-летие свадьбы. Так что, чтобы узнать вкус этих растений, придётся устраиваться на работу в эти сады. Какое-то время назад начали продавать по нескольку экземпляров в год, потому что урожай постоянно увеличивается. Продают их исключительно на аукционах. Средний ценник может доходить до 16 тысяч долларов. Считается, что по вкусу они более сладкие, чем классические фрукты супермаркета. Наверняка потому, что выращиваются на навозе. Всё-таки куда дешевле просто добавить сахара в ананасы из супермаркета. Что ж, надеюсь, это видео вам понравилось. Приходите снова на канал. Всего вам доброго.